Всем привет! Всем привет, друзья! Сегодня я вам показываю небольшую деревню Конышского района Архангельской области. Деревня Фоминская. Вчера здесь я дал концерт. Люди меня поддержали, это очень здорово. Я надеялся на худшее. Думал, вообще никто не придет, потому что это был внеплановый концерт. Замечательная заведующая Дома культуры Татьяна, узнав, что я нахожусь в Конышском районе, у меня свободный день. Решила меня пригласить к себе сюда, в деревню, порадовать жителей. И благодаря ее приглашению люди получили удовольствие, прослушали гармонь, попели, хвалили меня. Но хвалить меня не надо, потому что понятно, что вы меня не перехвалите. Но это моя миссия, это мой крест в жизни, который я несу. Вчера утром, вырвав зуб, вот с этой стороны, который меня беспокоил несколько дней адской болью, вырвав его в Конышской районной больнице, уже в пять вечера я радовал зрителей на сцене Фоминского сельского дома культуры. Сегодня, вот 24 октября, в такой вот предзимний денек, я вам показываю эту деревеньку. Вот, друзья, такой вот магазин. Вот ребяток в школу везут. Как раз утром я сейчас поеду пригородным поездом дальше. Вот такая вот здесь школа деревянная. Очень красивая. Ну, уютненькая такая, девять классов здесь. Ну и, соответственно, улица школьная. Вот, смотрите, какая красота. Это русский север. Вот там вот есть стадион дальше. И вот здесь тоже площадка для занятий. Вот ребятки пошли в школу. А я пошел дальше вам показывать деревню Фоминского. Деревня, она небольшая, но она растянута. Разбросана, как у нас говорят. Но я не, ну, боюсь таким словом обидеть кого-то. Но вы меня поняли. Вот там вот железнодорожная станция. Пойду, дойду до туда, покажу вам дорогу к железнодорожной станции Фоминская. Вот уже жители идут на пригородный поезд, который поедет в район от центра поселка Коноша. Вот, а я еще снимаю. Вот такие домики здесь тоже. В каждой деревеньке, друзья, есть домик, который, домики, которые, к сожалению, уже сироты. Вот, вот такой вот колодец здесь. Смотрите. Вот, вот он ведерко туда опускаешь. Домой приносишь, привозишь водичку. Борщевик, борщевик. Вечная проблема. Ну, я пройду. Ох, вот его сколько здесь. Прямо, знаете, равносильно деревьям. Что маленькое деревце, что борщевик. Вот какой уже высоты. Я иду вам показать. Ох, пробираюсь через борщевик. Банька здесь, похоже, заброшенная. Вот она. Да, там уже все. Нет, нет уже. Крепичи опали. Хотя крыша еще хорошая. Вот. Тут еще одна банька. Там уже все. Бурьян. Ой. Так. Нам надо, мне надо, и нам в видео в этом надо пробраться вот к тому домику. Такой домик стоит. Одинокий. Оп. Пробираясь через борщевик, летом, конечно, я бы не смог так пройти, потому что, ну, все-таки не хочу получить ожог. Вот такой вот домик. Туда нет смысла идти, потому что там на замок дверь закрыта. Плюс еще забита, прибита доской дверь. Ну, я пройду вот здесь вот. Вот, смотрите, тут такая вот канавка. Я выхожу к выходу. Вот, знаете, тут такая, друзья, на самом деле, болотистая местность. Ох, пробираюсь. Ноги. Знаете, вот знаете, как иду, будь я по какой-то... По такой пружине ступаю, и меня отталкивает, потому что тут болотистая местность, похоже. Вот. Ой, выбрался. Здесь вот такая вот почта на одной улице же со школой, с Домом культуры. Ну, вот она, деревня, туда вот идет. Вот тут домик. А вот она, железнодорожная станция Фоминская, с которой я сегодня тоже поеду в Коношу. Дальше поеду в другой населенный пункт. А так, вот сегодня погода хорошая, солнышко, прохладненько. Вот, друзья, такой старенький вокзал от станции Фоминская. Вот здесь мерзнет пес, пес, песель. Таксофон. Что там есть? А там ничего уже нету, наверное. Что-то есть. Нет. Идем дальше, друзья. Вот. Это уже новое здание. Новое здание вокзала Фоминская. К сожалению, зал ожидания уже здесь не работает, потому что не работают кассы. То есть люди приходят прямо к поездам. Тут останавливаются и в Иркутинске поезды, московские. Пригородные поезды, а там вот люди, там вот люди ждут пригородный поезд. Так что вот так вот, друзья, живут некоторые люди в северной глубинке. До кона, что тут ехать 40 минут по гравийной дороге, а дальше уже выезжаешь на хорошую капитальную дорогу. Вот железная дорога, дорога, по которой я уже 17 лет езжу, радую людей песнями под гармони. К сожалению, молодежь не понимает всей ценности русских деревень. Летом они приезжают на шашлыки, выпить, в баньке попариться, отдохнуть, порыбачить. Но на самом деле в деревне жить трудно, потому что Деревня это то место, которое летними месяцами всю зиму кормит. И хочется сегодня пожелать всем жителям деревни Фоминская, чтобы они берегли себя, чтобы они не падали духом. Счастья вам, здоровья, мирного неба над головой. Любите, цените, уважайте друг друга. Не падайте ни в коем случае никогда духом. Ну а я буду к вам приезжать, пока вы ходите на концерты. Буду вам эту силу и энергию привозить в песнях и гармонии. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok